Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. Студия Ирина Меркурьева, здравствуйте. Итак, смотрите в ближайшие 15 минут. Преемственность эпох. На месте стройки компрессорной станции «Русская» Южного потока найдена постройка, датируемая III веком до н.э. Мобильный доктор ведет прием. В село Гайкатур приехали врачи губернаторской программы «Будьте здоровы». Радостная весть о спасении и светлой жизни. 7 апреля православные христиане отметили благовещение Пресвятой Богородицы. 300 залпов в городе воинской славы прогремят в День Победы в Анапе. О подготовке к майским праздникам, Дне Победы, о проведении городского и всекубанского субботника говорили сегодня на планировом совещании в администрации курорта, где вновь произошли кадровые перестановки, а некоторым сделаны последние предупреждения. Обо всем по порядку в репортаже Вадима Родина. Начальник отдела полиции Андрей Терехин доложил, что на прошедшей неделе на курорте прошли рейды совместно с ОМОНом по ночным клубам. В одном из русских клубов задержан гражданин, находящийся в федеральном розыске. Всего задержано 3 человека, находящихся в федеральном розыске, 2 численности, это беженцы и пропавших. Сегодня активизируем работу телефона доверия, наехали в пункт, меняется информация, что работают в вокзалах, в рядном клубе. Этим займется в том числе и новый заместитель главы по экономическим вопросам Яна Дуплякина, которую представил на совещании Сергей Сергеев. Первый заместитель мэра Светлана Яровая указала подчиненным на то, что стиль работы, существующей сегодня, вовсе не соответствует статусу администрации курорта и привела примеры. Вместо того, чтобы внимательно вникать и относиться к населению по их обращению, от виски, например, человек обращается и просит поменять целевое назначение земельного участка с ИЖС на ИЖС коммерции. Мы тупо даем ответ, это невозможно, потому что там нет объекта коммерции. То есть человек добросовестно, предполагая развивать свой бизнес, обращается в соответствии с денежным законодательством. Мы же его отправляем, чтобы он занимался самостроем, а потом будет подавать виски на снос. Сейчас бытует мнение, что, ну ничего, мы сидели при Пахомове, мы тут еще другая команда была, так сказать, ну пришли, новая команда сейчас поиграется, а мы как сидели, так еще и посидели. Вполне возможно, но не в этом здании. О ходе подготовки ко всероссийской диспансеризации доложила замглавы Людмила Гузенко. Диспансеризации подлежат 25 тысяч анапчан. Составить график, закрепить сельские полные вещи соответствующего оборудования за городской больницей, и чтобы этот график, безусловно, выполнился. Замглавы Алексей Харитонов заострил внимание на подготовке к пожароопасному периоду, а также дал поручение проконтролировать завершение работ по строительству стелы города Воинско-Славы до майских праздников. Также к 1 мая провести ревизию и запуск всех городских фонтанов. С водоканалом я дал поручение провести монетаризацию всех отомоев на предмет выдачи технических условий и норматива употребления. Кроме этого, нужно решить, проверить, куда идет сброс всех вод. Соответственно, тоже будем замкнуть на этот цикл. Как рассказала замглавы Людмила Гузенков, в 70-е годовщину освобождения города Воинской Славы планируется множество массовых мероприятий. Концерт, парад войск Анапского гарнизона на Театральной площади, открытие стелы города Воинской Славы, и в этот день будут даны 300 салютных залпов в память о Великой Победе, ее героях и участниках. Вадим Родин, Алексей Мухортов, Анапа-Регион. На днях в центре внимания оказались работники торговли. За высокий профессионализм и личный вклад в развитие потребительской сферы наградили лучших из лучших. На торжественной церемонии им вручили почетные грамоты и подарки. Звание «Заслуженный работник торговли Кубани» присвоено Льву Арутюняну. В последние годы потребительская сфера Анапа динамично развивается. На сегодняшний день в ней трудится 17 тысяч человек, а ведущие позиции в малом бизнесе города занимают торговля, общественное питание и сферу услуг. Большое-большое искреннее спасибо за то, что вы в любое время года, в любую погоду, с любым настроением оказываете помощь администрации муниципального образования курорт-курорта НАПА. Вносите неоценимый вклад в развитие нашего курорта. Уже более 10 дней в районе реализации международного газового проекта «Южный поток» работает экспедиция археологов из Ростова-на-Дону. Специалисты нашли монеты и части домашней утвари, имеющие историческую ценность. Возможно, это часть большого древнего городища. Археологи бы и рады провести доскональное исследование. Да вот «Газпром» не планирует приостанавливать работу. Одним из первых увидел старинные монеты Вадим Родин. По историческим данным во времена расцвета греческого царства, эти места были густонаселены. И неудивительно, что строители, разравнивая гигантский участок, наткнулись на древнее городище. Вручную, бережно по миллиметру, специалисты скрывают культурно-исторический слой, для того, чтобы узнать как можно больше о быте народов, населявших эти земли. Археологи просеивают каждый пласт земли, чтобы не пропустить ни одну деталь. Здесь мы обнаружили древнегреческую усадьбу, которая существовала в III веке до нашей эры, судя по монетам, которые мы здесь нашли. Эта усадьба относится к хоре, то есть сельской округе Горгипи, к древнегреческому городу, который существовал на месте современной Анапы. Археологи обнаружили здесь жилую постройку с каменным фундаментом, а стены, по словам специалистов, были из глины, от которых, конечно же, ничего не осталось. Помещение погибло в результате пожара. Внутри дома найдены инвентарь, посуды, рабочие инструменты людей, которые здесь жили. Это посуда различная, керамическая, каменное грузило для ткацких станков, ну и другие предметы, жернова каменные для обработки зерна. И также несколько пифосов, это больших керамических посудов, которые были врыты землю. Они предназначались для хранения зерна, ну или каких-то других сыпучих продуктов питания. Археологическая разведка была проведена еще в прошлом году, задолго до начала строительства участка международного проекта «Южный поток». На этом месте черные археологи уже пытались с помощью экскаватора найти что-нибудь ценное. Но городище имеет разве что историческую ценность. Сам раскоп вряд ли достанется потомкам, как архитектурный памятник, поскольку здесь будет располагаться самая большая в мире газокомпрессорная станция. Археологи находку тщательно изучат, со всех сторон сфотографируют, задокументируют. Все находки по этому древнему городищу будут переданы в архив музея Горгипия. Вадим Родин, Александр Кореневский, Анапа. Регион. Медики Анапы в течение нескольких месяцев обследовали население Анапского района в рамках губернаторской стратегии «Будьте здоровы». О заключительном этапе акции смотрите в сюжете. Попасть на прием к кардиологу, онкологу и другим узким специалистам, не выезжая из села, смогли жители Гайкадзора. В субботний день в 14-й школе прошла ежегодная кубанская программа «Будьте здоровы». Пришла провериться. Мне нужен невропатолог очень, акулист. Я пришла сюда. Здесь хорошо, хороший прием. Очень вежливые люди, девочки хорошие, медсестры, уважительные. Я очень довольна. С помощью специальной техники все желающие смогли проверить свое здоровье и получить консультацию врачей. Пройти обследование на сахарный диабет, флюорографию, сделать УЗИ органов брюшной полости и даже узнать свой точный вес и рост. Многие сельчане посетили социального педагога и психолога. Все обследования и приемы врачей, согласно губернаторской стратегии, были совершенно бесплатными. Была у психолога, мы разговаривали о своих родственниках, подругах, в школе, как учимся. Конечно, для народа это огромная, как вам сказать, поддержка, что мы пришли сюда и, можно сказать, почти всех специалистов прошли. Огромное спасибо за то, что к людям так все-таки с вниманием отнеслись. Реализация всего комплекса профилактических мероприятий губернаторской стратегии «Будьте здоровы» уже позволила добиться определенных положительных результатов в динамике показателей здоровья населения Анапы и Краснодарского края в целом. Вадим Родин, Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа-регион. В воскресенье верующие отметили один из 12 больших церковных праздников – Благовещение. Согласно Евангелию, в этот день Богородице явился Архангел Гавриил с вестью о грядущем рождении Спасителя мира. Светлана Авилова побывала на Божественной Литургии в храме святого Ануфрия Великого. Подробнее в сюжете. Ранним утром 7 апреля на Донапе разлился колокольный звон – весть о радостном событии в жизни православных христиан. Благовещение считается церковью третьим по важности праздником – после Пасхи и Рождества. Несмотря на Великий пост, богослужение этого праздника отличается особенной красотой и торжественностью. Храм украшен цветами, освященнослужители облачены в голубые ризы. Голубой цвет – символ Пресвятой Богородицы. Благовещение означает благая или добрая весть. В этот день Деве Марии явился Архангел Гавриил и возвестил ей о грядущем рождении Иисуса Христа, Сына Божьего, Спасителя мира. В сознании верующих это событие не просто радостное. Оно вмещает в себя такие чувства, как ликование, обретение надежды, возрождение к жизни. С особой торжественности звучали слова благочинного Отца Виктора, настоятеля храма и чтецов. «Сын Божий, сын Девы, бывает, и Гавриил благодать благовествует. Тем же и мы с ним, Богородице, возапим. Радуйся, благодатная, Господь с тобой». Прихожане вторили певчим, благословляя Богородицу. Обстановка храма располагала к умиротворенности и, несмотря на Великий Пост, к радости. Прихожане верят, что Благовещение принесет им счастье, здоровье и мирную, спокойную жизнь. «Чтоб дети были здоровые внуки, правнуки». «Здоровья больше ничего». «Хочу поздравить всех с праздником, пожелать здоровья, счастья и терпения большого всем прихожанам». По завершению литургии был совершен чин водосвятия. Освященная вода на Благовещении должна храниться у икон весь год. Верующие говорят, она может поднять на ноги даже самого тяжелого больного. После службы прихожане расходились, улыбаясь. Не было ведь вести лучше, чем пришла на землю в этот весенний день. Светлана Авилова, Александр Кореневский, Анапа-регион. Свет творит настроение в интерьере. Придать комфорт вашему дому, офису, концертному залу, бару или ресторану поможет новый магазин «Империя света», который открылся на улице Крестьянская, 25А, в мебельмаркете «Лонг». Об искусстве освещения расскажет Светлана Авилова. Искусство освещения способно творить чудеса. Волшебство при украшении интерьера поможет создать магазин «Империя света», который открылся на улице Крестьянской, 25А. Разнообразие светильников, люстр, торшеров, применяемых для освещения и дизайна, позволяет оформить любое помещение, выдержав нужный стиль. Детскую комнату магазин предлагает украсить настольными лампами с мягкими игрушками или приобрести светильники с различными зверушками. Особой оригинальностью отличаются воплощенные в жизнь идеи современных дизайнеров – светильники в форме птичьих гнезд или сформированные из ротанга геометрические фигуры, служащие плафонами. Кованые люстры украшают исторические и современные интерьеры. Фантазийные узоры художественной ковки – легкие и ажурные, словно элементы кружевного полотна, или наоборот – массивные и тяжелые, подчеркивающие солидность и основательность конструкции. Классика требует классических аксессуаров. Люстры, торшеры, настольные лампы в стиле модерн призваны не только наполнять пространство светом, но и вносить вклад в эстетику помещения. Люстры в флористическом стиле – это прекрасный элемент декора помещения и функциональный осветительный прибор, изящный и привлекательный. Роскошный арабский орнамент несет в себе волшебство и богатство восточных убранств. Аблок-японский стиль минималичен. Используемые материалы предельно просты – дерево, прозрачное или белое стекло, ткань. Фантастические формы, возможность использования в любом помещении и оригинальные решения привлекут внимание даже самых взыскательных ценителей актуальных тенденций в дизайне освещения. Анапа, улица Крестьянская, 25А, мебель-маркет «Лонг», магазин «Империя света». Светлана Авилова, Роман Карпов, Анапа-регион. После короткой рекламы прогноз погоды на завтрашний день, который выходит при поддержке партнера стоматологической клиники «Визит». Реклама пройдет быстро, не переключайтесь. Дентальная имплантация – это вживление искусственных имплантатов для протезирования зубных рядов. И, соответственно, не во всех случаях возможно эти имплантаты вживить. Предварительно производится формирование альвеолярных отростков по типу костной реконструктивной пластики. Диагностика проходит на единственном в Анапе конусно-лучевом компьютерном томографе. Анапа, улица Ленина, 141. Во вторник, 9 апреля, в Анапе будет пасмурно, возможно, небольшой дождь. Температура воздуха в дневные часы 6-8 градусов выше нуля, ночью до плюс 5. Ветер северо-западный – 2,5 метров в секунду. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы – 12 градусов по Цельсию. Далее блок полезной информации от партнера программы – производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи – 4 квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300.